Всем доброй ночи! Итак, друзья мои, перед вами старичок по имени Хаваруну. Дух-покровитель, дух-хранитель дома, но в то же самое время даритель удачи, богатства, обнов, даров. То есть притягивает в семью всё то, что нужно для жизни в достатке. Мне этого духа прислали, ну, не очень давно, по-моему, в этом году, если я не ошибаюсь. Собственно говоря, и давно собиралась провести с ним ритуал, показать вам. Вот, знаете, собираешься, собираешься, и ну вот никак, то одно, то второе, третье, пятое. Потом в один момент понимаешь, что уже время пришло, находишь время и снимаешь. Итак, вот такого старичка вам нужно будет найти. Обязательно он нужен. То есть без его деревянной статуэтки никак провести невозможно. Вот найдёте, закажете, купите. Вот именно вот такой лысый, такой худощавый старичок может с посохом быть, значит, с чётками. Может просто сам по себе или сидит на камне. Но обязательно из дерева вырезанное. Я думаю, что при желании можно найти в интернете или купить. Но он должен быть именно таким. То есть лысым, худым, с длинной бородой. Это хаваруну. Это гаитианский дух, который впускает домой духов удачи и богатства. Я вам уже объясняла и говорила, что сильные ритуалы, средние силы ритуалы, простенькие ритуалы. Вы знаете, тут не угадаешь. На самом деле иногда обычный заговор, казалось бы, простой, бесхитрестный, может сработать у человека сильнее, чем очень сильный ритуал. Поэтому дело в том, с каким ритуалом и заговором совпадёт ваша энергия. У нас тут внизу Дзена храпит, немного сбивает меня, но ничего страшного. Она так спит, она храпит прям на весь дом. Не буду её будить. Надеюсь, храп здесь не слышен. Итак, что для этого нужно? Нужно посыпать в маленькую ёмкость сахар. Сахарный песок, извиняюсь. Кидать сверху монеты. Ну, некоторое количество, сколько вам не жалко. Ставите эту ёмкость возле старика хаваруну. Читайте четыре раза. И оставляйте. И вот в течение месяца понаблюдайте. У вас из разных источников начнут приходить деньги. Вообще, этот старик, как бы сказать, умеет правильно распоряжаться вашими деньгами, вашими тратами, чтобы их не было слишком много, и чтобы они были целенаправленно потрачены на нужные вещи, а не просто как бы так на ветер, да, пущенные деньги. И он ведёт счёт вашим деньгам, вашим тратам. Поэтому с его появлением в семье могут начаться накапливание денег. Потом, после того, как вы время от времени подходите и начитываете ему этот заговор, а его можно поставить, в принципе, там, где угодно, на подоконник, на видное место, где-нибудь там, где ваши алтари, может, собранные там статуи, куклы, что угодно. То есть это непривередливый старик. Просто рядом с ним всегда должен быть сахарный песок и монеты сверху посыпанные. Различные монеты различных стран можно. Разницы никакой. И время от времени, как будете помнить, подходите к нему, читайте четыре раза и отходите. И когда вы почувствуете, что в вашей жизни прям вот очень много приходит, денег, даров, обновы, покупки какие-то накапливается. Мы же делаем заговор, то есть ритуал, да, проводим, читаем заговор и забыли об этом. А духи же не забывают обращение к ним. Духи всё исполняют. Вот, собственно говоря. И когда вы почувствуете, что достаточное количество вам пришло за короткое время, уносите под дерево, переворачиваете вот эту ёмкость с деньгами и сахарным песком. И говорите, плачу за добро старику-хаваруну. И уходите. И обновляйте. Снова сыпите туда песок, снова монеты кидаете. То есть их добавлять не нужно. Просто каждый раз начитывайте. Определённое время пусть стоит у вас с монетами. А после можете идти и посыпать, как отдаёте ему, как плату, дань, благодарность. Хочу вам сказать, что вот у меня дома везде и всюду монеты, там сундучки, значит, рядом с божествами водка, вино, мёд. Что ещё? Вот украшения, так, рядом с такими любимыми моими куклами, божествами рядом находятся. Это для чего делается, друзья мои? Чем больше энергии денежной вокруг по дому, тем больше вероятности, что постоянно из разных частей мира к вам будут приходить деньги, имущество. Поэтому постарайтесь себя окружить вот такими сундучками, там, монетами, где-то красивые там бусы, камни натуральные. Они все живые материи. Они оживляют дух дома, и в дом стекается богатство. Вы должны любить то место, где живёте, чтобы в этом доме хотелось вам счастливо жить, чтобы в этом доме хотелось любить, чтобы в этом доме хотелось растить детей, там, нянчить внуков, ну, что ещё, отдыхать с друзьями. Вы должны любить ваш дом. А для этого нужно создавать уют. Для этого нужно окружать себя культовыми предметами, оберегами, там, талисманами, начитанными куклами. То есть, как можно больше, чтобы вот она была просто как живая материя. Потому что, когда вы этим всем окружаете себя, некоторые просто скажут, да зачем это нужно, вот, как бы, столько всяких предметов. Я вам объясняю, объясняла и объясняю ещё раз. Это всё нужно для того, чтобы ваш дом ожил. И оживший дом, он, как вам объяснить, он как крепость. Это живая материя. Она вас охраняет, оберегает, даёт вам силу. Вы приходите домой, ваша отрицательная энергия здесь уходит, чищается, вы обновляетесь, находите силы дальше жить, энергия жизни прибавляется. Вот для этого нужно постоянно обращать внимание на свой дом, на свои алтари, обращать внимание на какие статуи вокруг вас, да, что вас окружает и прочее. Итак, хаваруну. Это старик, к которому обращались, и его, значит, фигурка была либо в прихожей, либо, я уже сказала, ставили на подоконник в различных местах дома, где, ну, красиво, где смотрится. Не имеет значения. Главное, чтобы время от времени подходить, менять вот эту вот ёмкость, новую ставить, обновлять. И вы сами заметите, как просто будет обновляться энергия, сила дома оживляться, но и в то же самое время будут приходить большие, маленькие суммы отовсюду. Итак, хаваруну старец. Там, где ты обитаешь, там злато и серебро сыпется, там реки алмазные, там деньги в сундуках собираются. Живи, хаваруну, в доме моём, и тяни богатство в мой дом. Боги всё знают, духи всё исполняют, меня всеми благами награждают. Сундуки полны богатства, столы полны явства, в доме дары всей семье обновы. Да богатое житьё. Хаваруну, хаваруну, живи у нас, и богатством награди нас. Боги всё знают, духи всё исполняют. Да будет так. Хочу вам сказать, что вот этот заговор может читать и ребёнок. Приучить ребёнка уважать духов в древние времена приводили детей в капище с самого рождения. Для чего? Чтобы они знали, что есть боги, что есть силы, которые помогают, которые приходят на помощь человеку, когда ему трудно, охраняют, защищают его жилища, его потомство. Приучают, ну, естественно, не в дебре магии, но показывать, объяснять, рассказывать, кто они, что они, для чего они, эти духи, силы и прочее, чтобы ребёнок изначально понимал, что он во Вселенной не один. Хаваруну, хаваруну, хаваруну старец, там, где ты обитаешь, там золото и серебро сыпется, там реки алмазные, там деньги в сундуках собираются. Живи, хаваруну, в доме моём и тяни богатство в мой дом. Боги всё знают, духи всё исполняют, меня всеми благами награждают. Сундуки полны богатства, столы полны явства, в доме дары, всей семье обновы, да богатое житьё. Хаваруну, хаваруну, живи у нас и богатством награди нас. Боги всё знают, духи всё исполняют. Да будет так. Итак, пусть этот старик тянет в вашу жизнь малые и большие деньги. И вообще такие духи, такие обереги денежные и защитные в доме, они поддерживают атмосферу достатка в доме, не дают утекать богатству в разные стороны, не дают денежной силе уйти из вашей жизни. Они их держат дома. Вот где они находятся, туда они и тянут эти сильные энергии богатства. Всем удачи и всех благ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok